Дорогие братья и сестры, приветствую вас с именем Иисуса Христа и любовью Его. Хочу поговорить с вами сегодня о том, как правильно исповедовать в своей жизни правильные вещи. И хочу обратить ваше внимание на 10 главу послания Кремлера. Итак, с 6 стиха. А правильность от веры, так говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. То есть получается, что мы не должны сегодня говорить, где Бог, почему Бога нет в нашей жизни. Написано, что нельзя такого говорить. Писание нам совершенно четко говорит, какие вещи провозглашать нельзя в нашей жизни. То есть ни в мыслях, ни устами своими. То есть мы не можем сейчас говорить. Это отсыл, кстати, в 30 главе второзакония, где об этом говорит Бог, когда Он дает свое слово на горе Синае. Он говорит, что не нужно ни восходить на небо, ни плыть за три моря для того, чтобы привести это слово. Оно здесь, оно в сердце твоем, и оно в устах твоих. Мы можем провозглашать правильные вещи изначально. И это очень правильный момент, который мы должны взять как основу своей жизни. Нам нельзя ни в мыслях, ни устами своими провозглашать ничего, что ставило под сомнение того, что Христос с нами. Когда Он возносился, чтобы сесть одесной у Бога на небесах, Он сказал, и сея с вами до скончания века. Аминь. И если мы сегодня говорим, ну где же был Бог, когда это происходило? Почему мне нужно что-то для этого делать? Писание нам говорит, что мы этого не можем говорить, потому что Бог с нами. Не нужно говорить, кто бы пошел бы и свел бы Его с неба. Не нужно говорить, кто бы взял бы Его из ада. Нет, Он с нами до скончания века. И это написано слово веры, которое мы исповедуем или проповедуем. И дальше 9 стих написано. Ибо если устами твоими будешь проповедовать Иисуса Господом, и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. То есть мы провозглашаем Иисуса, исповедуем Его устами своими и верим в сердце своем. Мы говорим, что Иисус Господь всех сфер нашей жизни. Это тот, кто воскрешает мертвых и стеряет больных. Это тот, кто раздвигает море. Это тот, кто превращает воду в вино. Это сверхъестественный Бог, который способен сверхъестественным путем изменить любой ход ситуации в нашей жизни. Прямо сейчас. При утом условии, если мы верим в это в сердце своем и исповедуем это устами своими. Потому что написано в Писании, что не постыдится. Тут так и написано. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Элином. Потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Нам говорится здесь о том, что мы никогда не постыдимся того, что будем призывать имя Господне в нашу жизнь. Мы никогда не постыдимся того, что признаем Его нашим Господом и Спасителем, нашим самым совершенным в мире Отцом. Мы никогда не постыдимся того, что Иисус Господь в нашей жизни. И написано, что если будем призывать Его имя в нашу жизнь, мы спасемся. Потому что Бог не желает ничего, кроме того, чтобы дать нам будущее и надежду, искупить все наши грехи, утереть всякую стезу, И дать нам жизнь и жизнь с избытком. Это то, во что мы верим. Это то, ради чего Иисус умер на кресте. И это то, что мы должны провозглашать каждый день в нашу жизнь. И к этому я вас призываю. Будьте благословенны. Пока.